На южном склоне главного Кавказского хребта из высокогорных озёр берёт начало река Мзымта. Её бурные потоки в среднем течении прорываются через хребет Аибга-Ачишхо, образуя греческое ущелье. Ниже проходят через ущелье Ахцу, Ахштырское ущелье и устремляются к Адлеру. Здесь, у берегов Мзымты, сосредоточена большая часть христианских храмов византийской эпохи. Один за другим они открывают себя миру и позволяют заглянуть во времена Средневековья. Средневековые храмы Средневековые храмы Теперь памятники – свидетели материальной культуры древнего населения страны, его контактов с мировыми цивилизациями. Ориентированный на Северо-Восток средневековый храм вблизи родника Крион-Нерон был обретён благодаря греческой общине. Он представлял собой небольшую зальную базилику с одним нефом и полукруглой апсидой. Этот древний памятник относится к крестовидным церквям, так как в плане имеет равноконечный крест. Артефакты, найденные здесь в период археологических исследований, были переданы в Государственный музейный фунт. Вот один из них – очень такой необычный крест, где одно из самых ранних изображений Иисуса Христа. Если мы посмотрим, то такое достаточно архаичное его изображение. Но таких вот крестов только два сейчас обнаружено на побережье. Один из них – это храм у родника Крион-Нерон, это у нас тоже по дороге на Красную Поляну. А другой такой же крест был найден в Лыхне, это Абхазия. То есть здесь мы видим, рука одного мастера просматривается. Больше могли бы рассказать книги, но пергаментные страницы истлели первыми. Прикоснуться к истории ещё можно через уцелевшие книжные застёжки, религиозную атрибутику и ювелирные украшения. Предметам из металла и стекла, трепетно охраняемым музейными сотрудниками, повезло больше, чем многотонному культурному наследию страны, оставшемуся под открытым небом. Технологию использования в качестве облицовки пиленных плит из лёгкой пористой карбонатной породы можно считать характерной особенностью местной архитектурной школы. В эти дни плитку неустанно обтачивают проливные дожди, но уникальная находка от этого только крепнет. Под тентом, создающим парниковый эффект, уникальный строительный материал сохранится хуже. После того, как сработали археологи, мы явно можем наблюдать тенденцию к её разрушению. Это не только на храме Константина и Елены, это особенно проявляется на Сахарной Головке, где находится храм пророка Ильи. То есть это говорит о том, что нужно принимать какие-то срочные меры. Нужно обязательно провести ряд работ, чтобы сохранить эти исторические наши памятники. Дело в том, что вот эта черепица, это кровля, прошло сколько, тысяча, где, ну, сот лет, и вот она сохранилась в достаточно хорошем состоянии. А ведь руины храмов могли бы стать притягательными достопримечательностями. Среди комплекса услуг, предоставляемых туристическими центрами мирового уровня, именно такие объекты становятся наиболее узнаваемыми и запоминающимися, и нередко формируют образ курорта и его рекламный бренд. Все эти храмы, где проводились археологические раскопки, и эти стены, которые фактически не все были под землёй, конечно, надо их доводить до конца. И в первую очередь надо делать навесы. Навесы дают возможность сохранить эти стены, чтобы меньше было разрушений. В этом случае мы сохраним эти храмы. Это место, куда потом будут приходить и паломники, это будут посещения для туристов, это будут интересные экскурсионные маршруты. С этой целью силами греческой диаспоры к руинам Леснянской базилики была проложена доступная дорога. С давних времён на месте храма, названного местным населением именами святых Константина и Елены, в День их памяти до сих пор проводят богослужения. Там идёт тропа от селёва Лесное на Воронцовской пещере. И в свою бытность, когда я работал инструктором по туризму, мы с группами ходили с Воронцовки, где у нас был переход на Лесное. И я там много раз проходил по той же тропе. И однажды, я помню, это было в июле месяце, я с очередной группой туристов иду по маршруту, и мне навстречу попадаются наши местные жители, бабули со свечой, со свечками. И я у них спрашиваю, куда вы идёте? Они говорят, да здесь рядом буквально есть храм Пантелеймона-Целителя. Я говорю, где покажите? Это буквально было от тропы где-то максимум 10 метров. Я был удивлён, что я многократно там проходил и не видел. А не видел, потому что там всё было заросшее, покрыто фактически вся территория храма была покрыта землёй, деревьями, кустарниками и так далее. Крутая грунтовка Псяшхинского ответвления Великого Шёлкового пути ведёт к памятнику регионального значения Леснянской второй базилики. Мало кто о нём знает, добраться сюда можно только пешком, но по восхитительно живописным местам предгорий Красной Поляны. Мы предполагали, что окажемся на руинах, но спустя полчаса увидели золотой купол. Базилика используется в религиозных целях, как храм святого Пантелеймона. Работы по реставрации здесь проводятся силами местных жителей по личной инициативе и являют собой пример того, как бережно сохранить и не навредить. Кровля укрывает храм от непогоды, а отсутствие стен обеспечивает естественную вентиляцию. Поэтому эти камни гарантированно увидят ещё не одно поколение потомков и к алтарю храма всегда будут приходить люди. Я здесь впервые. Конечно, место потрясающее. Работа немало проделана здесь. Но хотелось бы, чтобы не осталось это всё так. Чтобы какие-то работы продолжались. Я не знаю, будет здесь что-то реставрировать или нет. Ну, желательно, чтобы люди сюда почаще приходили. Наладить сюда маршрут. Место потрясающее. Новая весна может наступить для любого памятника археологии и архитектуры историко-культурного значения Большого Сочи. Древние постройки объединены архитектурным образом в сочетании черт византийских и переднеазиатских традиций. Но все они в то же время отличались друг от друга, похожими оказались их судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok Более 30 лет посвятила вопросам изучения и сохранения историко-культурного наследия Сочи Алла Гусева, директор музея города-курорта Сочи. В своем издании она цитирует автора 1911 года. Храм небольшой и сохранился почти весь. Обрушились только своды, и верхняя часть стен – алтарь, цел, а в стенах сохранились окна. Эта седая старина хотя и отчуждена в частную собственность, что, конечно, очень жаль, но пока находится в хороших руках. И можно быть уверенным, что ее не разберут на фундамент какого-нибудь сарая, как это делают с древними памятниками, попавшими вместе с землей в частную собственность. К сожалению, опасения дореволюционного автора стали реальностью. В 30-е годы храм взрывали, а строительный материал вывозили. В частности, фундамент местного сельсовета был сложен из каменных блоков храма, а облицовочным камнем отделаны некоторые дома в поселке Лао до сих пор. Этот средневековый храм является одним из наиболее северных. Его строительство связано с миссионерской деятельностью Византии. Мы нашли его в двух километрах от моря на высоте около 200 метров. Вот в это время, как раз, когда рушится Византийская империя, это уже XI век, когда, собственно говоря, начинает сюда проникать уже мусульманство после падения Византии, то тогда эти храмы перестраиваются, и на долгое время, собственно, и христианство тут предано было забвению, и эти храмы, они либо перестроены были в крепости, либо просто разрушены, и, так сказать, строительный материал использовался уже для других целей. Южная стена памятника разрушена полностью. Западная и восточная части также значительно повреждены временем. Лишь северная стена сохраняет еще свою высоту. После проведенных археологических изысканий выяснилось, что по периметру он сохранился полностью. Этот факт делает храм уникальным, единственным на территории России. Здесь была применена широко распространенная в средние века техника кладки, характерная для провинциальных византийских храмов и почти не встречающаяся в старом Константинополе, Греции, Болгарии. Особый интерес представляет кладочный раствор, который столь прочен, что плохо поддается выветриванию даже во влажном субтропическом климате. Известно, что известь для строительства готовили на ячменной воде, а в раствор добавляли масло. Если немного пофантазировать и представить вид этой постройки с моря, то можно увидеть белокаменную церковь с красноватого цвета черепичной крышей и куполом. В самой современной части курорта – Олимпийском парке в Амеретинской низменности находится еще один редчайший памятник, построенный византийскими строителями из местного камня в IX-X веках. Храм у села Веселое – едва ли не единственный пример церквей по типу «вписанный крест» на территории страны, в котором использовались не подкупольные столбы, а колонны. Контроль за техническим состоянием таких объектов обеспечивает Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. В ходе контрольных мероприятий летом 2016 года было установлено, что ограда вокруг храма частично разрушилась, осуществляется несанкционированный доступ к объекту культурного наследия, появились так называемые закопухи, то есть кто-то пытался подкопать, вытащить камни, нарушить целостность данного объекта, в связи с чем Управлением было направлено письмо в адрес администрации города Сочи с просьбой принять меры по восстановлению данного ограждения в целях обеспечения физической сохранности данного объекта. Данное ограждение было восстановлено. В настоящее время объект находится в удовлетворительном состоянии, его физической сохранности ничего не угрожает. Мы ехали к храму в надежде, что он под замком. Без труда нашли тот самый синий забор у дороги. Как видите, оказаться на территории уникальной археологической находки нам не составило труда. Десять лет прошло с тех пор, как обнаружили этот уникальный объект историко-культурного наследия. Удивила сохранность данного памятника. Фундаменты и стены сохранились высотой до двух метров. Под нартексом храма был обнаружен уникальный склеп длиной 8,5 и шириной более 2,5 метров. Практически все костяки мужские, на большинстве черепов имеются рубленные раны. То есть это, скорее всего, были жертвы какого-то воинского вооруженного конфликта. А теперь над оригинальным склепом под нартексом следы человеческих экскрементов. Наш оператор рискнул заглянуть внутрь склепа. Там, где покоились основатели храма, еще сохранились образцы черепицы и облицовочного камня древнего храма, так и заброшенные археологами. Когда склеп был обнаружен, вот эта фотография в момент открытия склепа. То есть он, свод склепа, не был обрушен. То есть склеп дошел до нас практически в первозданном виде. Вот такое ощущение, что он сделан буквально в недалеком прошлом. Как бы вот ощущение свежего цемента, свежей кладки, хотя это вот 10 век. О храме в селе Веселом было давно известно по архивным источникам, но не удавалось найти место его расположения. В ходе масштабных археологических исследований на территории эмеретинской низменности в предолимпийском 2010 году храм, наконец, показал себя миру. Место это почиталось до XIX века. Когда-то здесь находился хозяйственный двор, по периметру которого были посажены кипарисы. Десятилетиями корневая система деревьев бережно защищала древнюю постройку от современной строительной техники. Кипарисам этим на момент исследования храма было более 100 лет. Они росли по периметру. Именно благодаря кипарисам на протяжении XX века, в период активного хозяйственного строительства и хозяйственной деятельности, храм остался нетронутым и неразрушенным. Удивительно, но в этом месте, в условиях высокой влажности местного климата, сохранились даже деревянные артефакты. Рядом с храмом располагалось оборонительное сооружение башни, в центре которой находился колодец, в котором создался уникальный микроклимат, что позволило обнаружить в данном колодце деревянные артефакты, в том числе часть резной алтарной преграды, что является уникальным событием для нашего региона. Здесь же была обнаружена и часть алтарной преграды с библейскими сценами. Храмовая плита с изображением святого Даниила сейчас экспонируется в музее истории города-курорта Сочи. Известна эта легенда, этот миф библейский из, собственно говоря, Бетхого Завета о том, что святой Даниил, когда проповедовал веру в Бога, его бросили в ров со львами, и сказали, что если твой Бог так велик, то пусть Он спасет тебя. Каково же было удивление всех, когда наутро львы лизали пятки святому Даниилу. Эта вещь уникальна, и это открытие, которое еще предстоит археологам изучить, описать и затем, конечно, представить зрителю. Те исследования, которые проводились на территории эмерикинской низменности, они носили охранно-спасательный характер, то есть их целью служило освобождение земельных участков для строительства, то есть снятие, обременение памятников археологии. В соответствии с действующим законодательством, раскопки производились с полным изъятием археологических находок из раскопов. «Олимпстроем» данная инициатива была поддержана. Был изменен проект перепланировки эмерикинской низменности, участок был выведен из застройки. На этом этапе строительства олимпийских объектов удалось обеспечить сохранность памятника. В соответствии с поручением правительства, мероприятия по реставрации, консервации и музеификации данного объекта были включены в краевую целевую программу по строительству олимпийских объектов. Был подготовлен инвест-паспорт данного объекта, были согласованы и утверждены предварительные решения по порядку реставрации, консервации данного объекта, проработаны эскизные проекты строительства музейного комплекса. На месте храма ночью должна была выстраиваться лазерная 3D-модель храма. Рядом музейная экспозиция. Но объект был исключен из правительственной программы. Был разработан инвест-паспорт, был составлен проект, но потом эти средства были изъяты. И самое обидное даже не то, что они были изъяты, хотя это очень обидно, а то, что сам город отказался от модификации этого объекта под формулировкой невозможности выполнения проекта. Хотя для меня до сих пор остается загадкой, почему нельзя было выполнить этот проект. Были и сроки, и деньги. В соответствии с мировой практикой, самым действенным инструментом сохранения объекта культурного наследия является вовлечение его в культурный туризм, то есть создание на базе данного объекта, культурного наследия, объекта музейного показа. Я думаю, что объект будет востребованный, он привлечет внимание туристов, он находится в очень удачном месте, он находится на обочине автодороги, главной автодороги американская низменности, к нему обеспечен беспрепятственный доступ, имеется вся необходимая инфраструктура, и если этот объект будет вовлечен в культурный туризм, он будет пользоваться, я думаю, невероятным спросом и популярностью у жителей и гостей города-курорта Сочи. Данный объект культурного наследия имеет местную категорию историко-культурного значения, а значит, в соответствии с законом, относится к полномочиям органов местного самоуправления. Управлением было направлено письмо в адрес администрации города Сочи с предложением проработать возможность проведения мероприятий по музеификации данного храма за счет средств местного муниципального бюджета в рамках каких-либо муниципальных программ. Также управление вышло с инициативой к Министерству культуры Российской Федерации проработать возможность реализации данного мероприятия в рамках федеральной целевой программы культуры России. Пока, к сожалению, фактических предложений по реализации данного объекта управления не поступало. Привлечение механизмов государственно-частного партнерства на сегодняшний день единственный способ сберечь уникальное историко-культурное наследие страны. Без прошлого нет будущего. Как и люди, не вечен и хрупкий ракушечник древнего храма. Я надеюсь, что все-таки в дальнейшем судьба этого памятника сложится хорошо. И в конечном итоге Сочи найдет инвесторов, найдет средства, найдет исполнителей. И мы получим еще одну жемчужину этого города Корварда. Византийский храм веселая, как музейный комплекс. Историко-культурная территория Краснодарского края занимает одно из первых мест в Российской Федерации по количеству объектов культурного наследия. В его административных границах на госохране состоят более 18 тысяч памятников истории и культуры, из которых почти 14 тысяч относятся к памятникам археологии. Мирового, общеевропейского значения. Как будет указано в документах, для будущих поколений не столь важно. Пока памятники истории еще говорят с нами. Субтитры создавал DimaTorzok